Сколько всего нового узнало человечество за последнее столетие? С самого начала XX век заявил о себе как о веке открытий. 14 декабря 1900 года на заседании немецкого физического общества физик-теоретик Макс Планк зачитал свою историческую статью к теории распределения энергии излучения в нормальном спектре, в которой он ввел универсальную постоянную H, названную его именем. Именно дату этого события часто считают днем рождения квантовой теории, одного из подраздела квантовой физики. Компьютеры, мобильные телефоны, разные гаджеты, интернет, лазеры, оптоволоконные сети, атомная энергетика, рентген, томография, электронные микроскопы – все это не могло быть создано без науки о квантах. Еще одним важным разделом квантовой физики стала квантовая механика, которая позволила более точно приблизиться к пониманию окружающих нас явлений и процессов. Но некоторые свойства микромира все же остаются загадкой и по сей день. Например, явление квантовой запутанности, как ее часто называют в русскоязычных источниках, не перестает удивлять ученых со всего мира. Квантовая запутанность – это теоретическое предположение, вытекающее из уравнений квантовой механики, согласно которому две частицы могут сцепиться, если находятся довольно близко друг к другу. Их свойства при этом становятся взаимосвязанными. Это явление неразрывно связывают со спином. От английского «spin» – вращение, что означает собственный момент импульса элементарной частицы. Запутанность квантовых систем возникает естественным путем, например, после столкновения частиц. Можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии. И тогда, если при измерении спина первой частицы спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной. И наоборот. Такая взаимосвязь сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Получается, что информация каким-то образом передается на огромные расстояния быстрее скорости света. Но обо всем по порядку. Начнем с фундаментальной истории, которая называется «Проверка нарушений неравенства Белла». Что же это такое? Существует глубокий философский вопрос о том, предсказуем наш мир или нет. И этот вопрос звучит как принцип детерминизма. Можно ли определить, как дальше будут развиваться события, или это невозможно и есть принципиальная неопределенность? Долгое время разные ученые и философы считали, что мир предсказуем. Грубо говоря, еще в школе нас учили. Если мы кинем шар под углом к горизонту с такой-то скоростью, траекторию можно посчитать. А когда человечество столкнулось с квантовой физикой, выяснилось, что квантовая теория не дает ответа на вопрос, как будет вести себя результат измерения в каждом конкретном эксперименте. Давайте представим, что фотон летит на светоделитель, полупрозрачную пластинку. С вероятностью 50% он отразится, и с вероятностью те же 50% пройдет. Но квантовая физика не дает ответа на вопрос, как он поведет себя в каждом конкретном эксперименте. И многие отцы-основатели квантовой физики были с этим не согласны, считали, что это какой-то недочет самой теории. В частности, сам Эйнштейн не мог смириться с неопределенностью Вселенной, вытекающей из квантовой механики. Физик считал, что объект существует не только, когда за ним наблюдают, как это утверждал Нильс Бор, но и все остальное время. У Эйнштейна была большая полемическая переписка с Бором. Он писал, «Бог не играет в кости». На что Бор отвечал, «Не указывайте Богу, что ему делать». Также до нас дошел саркастический вопрос Эйнштейна. «Вы действительно считаете, что Луна существует только, когда вы на нее смотрите?» И этот вопрос глубоко философский на самом деле. Оказывается, его можно решить, как раз проводя эксперименты над запутанными состояниями. Такой эксперимент называется «Проверка нарушений неравенства Белла». Он показывает, что мир недетерминирован. Впервые этот эксперимент был проведен в 1972 году, но с тех пор разные ученые продолжают спорить о его результатах, искать возможные дыры в методике его проведения. Последний масштабный эксперимент такого рода, в котором, вроде бы, все известные дыры были закрыты, провели в 2017 году. Тогда удалось экспериментально зафиксировать связанные состояния из трех фотонов внутри облака атомов рубидия, возникающие под действием лазерных импульсов. Опыт исключает возможность того, что в частицах была спрятана информация о поведении частиц при определенных направлениях измерения. Из эксперимента следует, что если мы захотим измерить спин частицы, то само измерение повлияет на поведение этой частицы. Согласно квантовой механике, у связанных частиц вообще нет полностью определенного спина, они запутаны. Спин одной из связанных частиц просто противоположен другой. И когда одна частица замерена, ее спин определен, то мы сразу узнаем, каков. При замере в том же направлении будет спин другой частицы. При этом квантовые частицы могут быть связаны, несмотря на огромные расстояния. Это пугающее дальнодействие, как называл его Эйнштейн, по-видимому требует передачи информации. В нашем случае информации о проведенном измерении со скоростью, превышающей скорость света. Но так ли это на самом деле? Пока я не узнаю, какой результат получили вы, я не знаю, чего ожидать мне. Я получаю полезную информацию, когда я узнаю ваш результат, а не когда вы проводите измерения. И любое сообщение, содержащее полученный вами результат, необходимо передать каким-либо физическим способом, медленнее скорости света. Поэтому законы теории относительности остаются ненарушенными, что, несомненно, порадовало бы Эйнштейна. Но ответить на вопрос о том, как работает эта связь, сегодня не может никто. Так в теории множества миров и ее интерпретации квантовой механики, запутанные частицы — это лишь проекции возможных состояний одной единственной частицы в других параллельных вселенных. В транзакционной интерпретации эти частицы связывают стоячие волны времени. Но опять-таки все это лишь теории. Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, скептически относившийся к ее правильности квантовой теории, подчеркивал, что эволюция квантовых систем естественным образом приводит к состояниям, измерения которых может дать чрезвычайно разные результаты. Его мысленный эксперимент с котом Шрёдингера постулирует квантовую неопределенность. До измерения коту невозможно присвоить свойства жизни или смерти. Оба или ни одно из них существуют вместе в потустороннем мире возможностей. Поэтому разгадка тайны квантовой запутанности еще впереди. И раз уж мы заговорили о возможностях, то квантовая запутанность частиц также не исключает того факта, что когда-нибудь даже телепортация станет реальностью. Так ученые уже сегодня телепортируют сотни частиц. Подобные исследования приближают нас к квантовому программированию и даже к разработке полноценного квантового компьютера, в котором минимальная единица информации, кубит, может находиться в двух состояниях одновременно. В перспективе это может привести к серьезному увеличению вычислительных мощностей и настоящей революции в программировании. Однако действующие квантовые компьютеры очень нестабильны из-за того, что квантовое состояние кубитов сложно поддерживать длительное время. Не говоря уже о передаче информации через сверхпроводники, которые охлаждены до очень низких температур. Даже в физическом вакууме остаются виртуальные частицы, которые вполне успешно деформируют физические тела, как показывает эффект Казимира, и, следовательно, теоретически могут влиять на запутанные частицы. Но ученые со всего мира работают над решением этих проблем. На космическом орбитальном аппарате ученые из Китая установили источник, лазер и нелинейный кристалл, каждую секунду выдававший несколько миллионов пар запутанных фотонов. С дистанции от 500 до 1700 километров одни эти фотоны направлялись в наземную обсерваторию в Делинхе на Тибете, а вторые – в Шэньчжэне и Лицзяне на юге Китая. Как и можно было ожидать, основные потери частиц происходили в нижних слоях атмосферы. Однако это лишь около 10 километров пути каждого пучка фотонов. В результате же канал запутанных частиц покрыл расстояние от Тибета до юга страны около 1200 километров. А в ноябре этого года была открыта новая линия, которая соединяет провинцию Аньхой на востоке с центральной провинцией Хубей. Первый эксперимент, демонстрирующий квантовое превосходство, провела компания Google. Но они использовали не фотоны, а сверхпроводящие кубиты. Такие страны, как США и Россия, не стоят на месте. В 2017 году ученые российского квантового центра создали первый в мире квантовый блокчейн – последовательную цепочку блоков, содержащих информацию. В свою очередь Соединенные Штаты сообщили о планах развернуть квантовый интернет между всеми 17 национальными лабораториями. Кстати, решение некоторых проблем предлагали ученые из Австралийского института науки и техники. Физики разработали прототип устройства для объединения информации о вычислениях квантовых компьютеров с обычными. Их устройство – механический генератор для создания запутанного излучения между квантовыми компьютерами. Опять-таки касается явления квантовой запутанности и предусматривает, что в таком состоянии могут быть не только элементарные частицы, но и излучение этих частиц. Такая технология может позволить и объединить излучение микроволновых импульсов в квантовых компьютерах с микроволновыми импульсами, уже укращенного нами оптического волокна. Это означает, что между холодными сверхпроводниками в квантовых компьютерах и устройствами, которые передают информацию при комнатной температуре, можно установить соединения и считывать данные о квантовых вычислениях. Мы должны понимать, что когда речь идет об использовании принципа квантовой запутанности для передачи информации, то подразумевается передача данных в оптиволоконных телекоммуникационных сетях на рекордных скоростях – сотни гигабайт в секунду, а в дальнейшем – сотнях терабайт. Как мы видим, мир квантовых взаимодействий способен перевернуть все наше представление о том, что на самом деле происходит во Вселенной и какие процессы могут быть скрыты в самой структуре нашего мира. И если ученые продолжат исследования, связанные с квантовой запутанностью, то вскоре наш технический прогресс может полностью преобразиться.